Карагандинские бойцы вернулись с международных стартов. Отличные результаты показали спортсмены шахтерской столицы на международном рейтинговом турнире Нур-Султан Гран-при среди взрослых по джи-джитсу. Во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова прошла пресс-конференция с победителями и призерами турнира. Подробнее далее. Турнир Нур-Султан Гран-при прошел в Казахстане впервые, но уже у спортсменов на особым счету. Именно здесь они получают рейтинг для участия во всемирных играх боевых искусств. Карагандинская сборная из 30 человек достойно отстояла честь региона и завоевала немало медалей. В общей копилке нашей сборной 6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых наград. По словам старшего тренера области Марата Куджанова, тренировки проходили ежедневно, утром и вечером. А в общекомандном зачете турнира национальная сборная заняла первое место. В Нур-Султане прошел международный рейтинговый турнир, Нур-Султан Гран-при. Это является одним из престижных турниров, так как спортсмены там набирают рейтинг, чтобы попасть на всемирные игры боевых искусств, на всемирные игры по единоборству, по не альпийскому спорту. Поэтому для нас это очень важный турнир. Он впервые прошел в Казахстане, с чему мы очень рады. Наша команда выступила очень хорошо. Основными соперниками это были арабы и орданцы. Сейчас они лидируют в азиатском регионе. За годы тренировок Мусар Рамзанов успел позаниматься дзюдо, самбо и рукопашным боем. А полтора года назад нашел себя и в джиу-джитсу. По словам спортсмена, на турнире в столице он выступал в весовой категории 85 килограмм. И самой трудной для него стала первая схватка. Но и на заключительном этапе его ожидала встреча с сильным соперником. В итоге победа оказалась на стороне нашего земляка. Самая трудная была первая схватка, если честно. Как раз вот только вроде разогрелся, и вот эта эмоциональная составляющая, все это было трудно. Но в финале очень хорошо выступил, честно. Честно говоря, вообще не горел, я даже немного испугался, почему я не горю. Ну, все пошло на уровне, все как по часикам, как по книжке. Кинул, перехватил, удержал, зашел, позиции менял. А с кем ты знали? В финале встретился с спортсменом из Казахстана. Я выхожу по одной ветке с одной стороны, он с другой. Он двоих выиграл, и я в финале мы встретились. Сильный соперник, но я оказался лучше. Джиу-джитсу сравнительно молодой вид спорта, но уже активно развивается в Караганде. Для сборной области следующим шагом станет чемпионат Таиланд Оупен, который состоится в августе. Николай Шевелев, Бикижан Ордакулы, Пятый канал. Спортсмен из Караганды стал чемпионом Азии по пауэрлифтингу. В городе Бишкек Андрей Невежин установил новый рекорд. Подробнее в следующем видеоматериале. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Андрей Невежин стал чемпионом Азии в категории до 100 килограмм. Карагандинский спортсмен в столице Кыргызстана не только стал лучшим из лучших, но и установил новый рекорд Азии. В общей сумме по итогам турнира спортсмен набрал 747 килограммов. Про турнир по горячим следам Андрей рассказал в своем интервью. Было очень жарко, народу было очень много. Показал, конечно, не самый лучший результат, но тем не менее этого хватило. Сложного было то, что на третьем движении, на основной тяге было давление очень сильное, поэтому показал не очень хороший результат. Надеялся на большее, конечно. Также карагандинский спортсмен на этом турнире стал третьим в абсолютном зачете. Стоит отметить, что это не первая большая победа нашего земляка. Начиная с 2014 года Андрей успел выиграть три международных старта. Полгода назад установил мировой рекорд на первенстве планеты. Четырехкратный чемпион Азии также рассказал про уровень организации турнира в Бишкеке. Ну, организация турнира на среднем уровне, можно так сказать. Не понравилась именно в плане провождения соревнований. Соревнования начались в 9 утра и закончились только по 6 вечера в этом плане. Выступали целый день, было очень тяжело. Теперь же главная цель нашего земляка – выступить на чемпионате мира, который пройдет в Москве в декабре этого года. Николай Шевелев, Бекижан Ирдакулы, Шалкар Алтенбеков, 5 канал.